Привет. Привет, Наталья. Представься, пожалуйста. Меня зовут Алан Санакоев. Ты очень известная лично в мире вейкбординга. Расскажи, пожалуйста, как вообще началось, что ты стал таким знаменитым судьей? Ну, все пошло, наверное, с увлечением в начале кайтбординга. Как это странно не звучит, просто в те времена еще, точнее, в России была всего лишь одна установка. Это первая установка, которая в России появилась. Она появилась в 2001 году. Позже, чем, по-моему, в Пхукетвэйк Парк. Пхукетвэйк Парк построен был раньше, насколько я знаю. Так вот, да, в те времена, когда я начинал осваивать кайтбординг, мой приятель, он посоветовал мне пойти на капельную установку, потому что хорошо помогает для кайта. И так получилось, что я одновременно катался и на кайте, и, соответственно, осваивал вейкборд. В те времена он у нас находился на зачаточном уровне. Я имею в виду капельный. То есть катерный вейкборд в Россию пошел раньше, и там уже соревнования делали, но капельный он привык, например, первая лебедка. В 2005 году я первый раз пополнил лебедку. Первая цель была – это как бы улучшить свои навыки катания для кайта. Ну, так получилось, что занимаясь… Я обычно, если чем-то занимаюсь, мне нужно в этом разбираться досконально. И вот так получилось, что я начал разбирать, стали интересные трюки, как что происходит. И вот с этого все и пошло, можно так сказать. Сколько звезд у тебя в судействе? У меня четыре звезды. Честно, я могу сказать, что звезды по IWF не совсем отражают реально… Ну, приблизительно дают, но я могу сказать, что есть некоторые судьи с уровнем таким же или больше, но судят хуже. А есть, например, судьи, у которых как бы звезд меньше, но это не показательно, нужно понимать, что это в принципе просто то, что судья как бы сдал определенные семинары, которые там… Я сам только проводил два года на этот семинар, то есть, и он как бы получил сертификат, как, ну, аттестацию от IWF, но зачастую, к сожалению, это не большая проблема IWF, она не совсем реально тоже, как бы, реально. Мы с тобой работаем вот уже полгода, и я заметила одну тенденцию. Ты бескорыстно очень много помогаешь райдерам. Почему? Ну, потому что я сам райдер, я сам в этом виде спорта, и, ну, как бы, это уже стало такой составляющей части жизни. Я, ну, я уже весь в вейкборде, можно сказать, как бы, это основной тем, что я занимаюсь, ну, как бы, то, что я делаю другие гид-тракты, они все устроятся вокруг в вейкборде, так или иначе получается. То есть, все, что… и дальнейшие планы по развитию, они связаны тоже с вейкборде. А ты много путешествуешь? Ну, да, можно сказать, что много путешествий, причем больше, наверное, по нашей стороне, потому что это у нас показатель развития вейкборда в России, то есть появляется все больше мест, больше соревнований, желающих проводить соревнования, и, в принципе, это наводит на такие оптимистичные, скажем так, размышления в том плане, что перспективы роста. У нас, конечно, еще не Германия, где при гораздо меньшей площади 100 лебедок каменных уже, или больше, но у нас хорошие темпы по количеству, и по росту, и по спортсменам, поэтому, как говорится, у нас все хорошо. Как ты видишь вейк через 10 лет? Ну, хороший вопрос, я как-то не задумался, но просто, как я говорил, у нас вейкборд молодой вид спорта, да, вот он так давно появился, но сейчас такое время, что у нас уже прошло. Сначала, я имею в виду капельный, чемпионатов уже прошло 8, будет 9 сейчас, вроде прошло 8 лет, но такой, за эти 8 лет произошел очень качественный скачок, начиная с того, что было там в 2010 году, то, что сейчас приходит в 2018, то есть довольно качественный. Я думаю, что через 10 лет будет такой же качественный скачок. Ну, наверное, во-первых, наши спортсмены будут еще более конкурентоспособны, количество ребёнок и количество людей, которые приобщатся к этому виду спорта, Соответственно, чем больше райдеров в России, тем больше райдеров захочет зимой приезжать в кет-вейкпарк, чтобы провести тут время. Поскольку тут отличные условия, можно как бы годично кататься, легко добираться и в России, и все условия, чтобы провести время в этом тропическом и вейкбордическом раю. Поэтому перспективы только положительные. Я думаю, что, возможно, скорее всего, у нас появится, может быть, первый крытый полноценный парк, потому что в России открылась гравитация, первый специально построенный вклад в капельный вейкборд бассейн, грубо говоря, не так, как переделанный, да? То есть, я думаю, что больше, наверное, он будет развиваться и большее количество райдеров, соответственно, вид спорта станет более интересным, там, да, рекомендательный, потому что больше молодежи будет заниматься, больше сноубордистов. Ну, чем больше молодежи будет привлечено к спорту, я думаю, это больше для развития, потому что дети будут заниматься чем-то положительным. А у тебя есть фавориты райдера? Нет, я бы не сказал. То есть, в каждом райдере есть какие-то нюансы, которые мне нравятся, но когда ты судишь, ты должен это абстрагироваться и оценивать с точки зрения тех критерий, которые, на основе которых судятся, даже если ты, понимаешь, ты как бы, конечно, у нас система судейства, она не абсолютная, и она прописана, что она субъективная. Естественно, каждый судья должен, с одной стороны, давать свое, скажем так, свою преференцию, на плане, что ему нравится, да, в стиле, подчеркивать, но это не отменяет основные критерии. Такие небольшие стрелки, которые, как бы, дополняют, да, как бы, но основные базовые критерии, базовые вещи, они остаются теми же самыми, и они должны, как бы, быть абсолютной независимостью, скажем, нравятся те райдеры-лигеры, с этим райдером отношения не афти, это тоже бывает, это нормально, но это не значит, что при выставлении оценки я должен, как бы, вносить свою лепту к отношению. К отношению к стилю, да, то есть, если тебе стиль исполнения вещей не нравится, то есть, как бы, это, естественно, дает небольшое, как бы, но это, как еще раз говорю, это не базовая вещь, это вещь, которая влияет на впечатление, так называемое, impression, но она довольно небольшая, и то, что, как бы, она различная у разных судей, это правильно, поскольку она дает более сбалансированную оценку. У тебя нет никаких, там, кумиров, вейка, на которого ты бы хотел быть похожим, или ты бы хотел, чтобы твой ребенок был похожим, или взял стиль? Ну, конкретно, персонально, нет, просто я говорю, в каждом, у каждого я вот вижу то, что мне нравится, то есть, просто в каждом есть, у тебя этого больше, ну, в каком-то райдере это есть больше, в каком-то меньше, то есть, у каждого найдет, у каждого хорошего райдера есть какие-то фишки, которые интересуются, я просто их селюсь от мяча, а мне нет такого, кто-то такой, никто не является эталом, есть просто, конечно, определенные райдеры, которые внесли очень, очень значимую лепту и подвинули кабельный вейкборд на, так сказать, в развитии, взяли хороший стимул, и, скажем, для других райдеров и потянули уровень, вот и все, но, прямо, у меня такого не нет. Твое напутствие для деток, которые только-только начинают, молодых звездочек, которые очень хотят попасть на твои соревнования, которые ты организуешь, и которые хотят достичь огромных высот, что ты им скажешь? Ну, главное, во-первых, это постоянство и настойчивость, да, то есть, никогда не сдаваться, и главное бороться с самим собой, потому что вейкборд, он приносит самое большое удовольствие, когда ты сам себя побеждаешь, свои страхи, и когда ты получаешь, у тебя получается, это самое основное удовольствие. Главное не сдаваться, чтобы не казалось им, что вот, что у них не получается, не идет. Я знаю много райдеров, которые вначале казалось, что у них ничего не пойдет, но потом, спустя какое-то время, у них начинался прогресс, и им стало приносить все это удовольствие, и главное кататься в удовольствии, бороться с самим собой, себя побеждать, и дальше уже ставить какие-то цели для того, чтобы идти на соревнования, и в соревнованиях это как раз такая площадка, где ты сам себя экзаминируешь, можно так сказать. Поэтому главное, чтобы все было в удовольствии, без травм, ну и, как говорится, получать от всего удовольствие. Чтобы не было мучительного процесса, когда ты выходишь с воды, чтобы ходили всегда с чувством недоката. Вот такое же должно быть у них ощущение большого голода, не присыщаться им, а всегда хотелось на воду покататься. Так что если у них будет такое ощущение, то я их увижу всегда на воде. Поэтому всем удачи, и надеюсь, как говорится, увидеть всех на ближайших соревнованиях в этом году. Спасибо тебе большое сейчас за твое время, ты вообще мега крут. И вообще, наверное, я бы сказала спасибо от всех райдеров, от всех дирекций, пусть от твоих парков, и вообще от всех организаций, потому что ты очень много помогаешь нам, всех нас состыковываешь, связываешь в ОНГ, поэтому респект. Спасибо, Наталья, я делаю это от души, а не искать. Да, я знаю, что ты делаешь это от души и без вознаграждения каких-либо. Поэтому я изначально и спросила, почему. Ну, я уже ответил на этот вопрос.